приветствую друзья итак у меня сегодня третий день игры 30 желаний за 66 дней и промежуточные желания к достижению моих желаний промежуточные этапы это выходить в эфир каждый день неважно в таком виде неважно прихорошилась я сам или нет вот главное выйти и сделать это я знаю что у меня сегодня день просто до ночи будет супер насыщенный и вот сейчас мне есть свободная минутка пока есть я решила выйти и прочитать вам одну статью в интернете она мне случайно утром попалась я ее прочитал такая думаю класс здесь вот прям супер про гадалок так интересно написали я хочу поделиться с вами так как раз читал твою инструкцию про пиши желания так все давайте я сейчас начну читать статью о том как я стала гадалкой это было прошлым летом когда я встретилась со своим знакомым мы разговаривали о заработке и он мне прямо сказал что последние пять лет работает гадалкой я начала его расправить потому что на гадалку он естественно не был похож оказалось что есть какой-то сайт где он зарегистрировался по чужим именем и представляясь гадалкой отвечает за деньги на вопросы людей из чужой фотографии за это время у него появилась своя база клиентов с которыми он продолжает работать напрямую у меня на тот момент не было постоянного заработка и все мои планы на нормальную работу обрушились поэтому я решила тоже попробовать стать гадалкой при этом мне вообще было непонятно как можно зарабатывать таким образом поэтому я попросила рассказать как ему это удается и вот тем же летом я зарегистрировалась на сайте нашла в интернете фото какой-то женщины оформила профиль там конечно была проверка документов но ее можно обойти почти сразу после подтверждения профиля ко мне пришли новые клиенты о том как работает бизнес первыми всегда пишут люди которые уже на сайте 7 10 лет они видят что появился новый эксперт и разводят его на бесплатную консультацию потому что если ты отвечаешь на их вопрос то они ставят хороший отзыв это напрямую влияет на рейтинг на сайте поэтому первую неделю я работала бесплатно исключительно ради рейтинга за первые пару дней тебе пишет человек 20 они всем усолят один одни и те же темы например есть женщина которая постоянно всех спрашивает о своем бывшем мужчине с которым она рассталась 12 лет назад у неё всегда один вопрос будем ли мы вместе снова если кто-нибудь ответит нет она разозлится и будет писать что ты мошенница если напишешь да оставит хороший отзыв со временем у тебя появляются постоянные клиенты которым ты нравишься поэтому они обращаются за платными консультациями только к тебе подобных сайтов в интернете очень много на них сидят тысячи людей которые выдают себя из за ясновидящих магов гадалок и так далее мне кажется там нет ни одного человека который бы сам реально думал что обладает такой магией есть люди которые десятилетиями работают интернет гадалками и они знают что они обманывают ради интереса от лица клиента несколько раз писала вопросы из разряда я игорь получится ли у меня и моей жены завести ребенка в ближайшее время другим гадалкам и мне всякие топ эксперты отвечали да через два месяца узнаете об этом при этом стать интернет ясновидящей очень просто нужно всего лишь завести несколько аккаунтов тенденция показывает что разным экспертам часто пишут одни и те же люди поэтому узнав о человеке побольше на одном аккаунте ты автоматически становишься ясновидящим на другом есть магика который гадает по картам таро есть и сновидящие как я мы просим имя дату рождения и фото после этого я сразу же ищу их страницы в соцсетях порой обращаются какие-то более менее известные люди и найти их легко например однажды мне писала жена мэра какого-то российского города поэтому найти посмотреть что у них там происходит не так сложно если люди не известны кто же можно найти соцсети и по постам и по постам лайкам фотографиям понять о чем человек думает но если все страницы закрыты человек скинул только фотографию своих глаз и такое бывает часто они думают что глаза типа все расскажут то приходится конечно же импровизировать если ответ очевиден например кто пишет он сказал что ушел от меня не пишет мне пять месяцев будет ли он со мной я скорее всего отвечу нет но это же логично но когда все не так очевидно я отвечаю то что человек хотел бы услышать потому что если клиенту не понравится ответ он может потребовать деньги обратно и сайт их вернет стоимость консультации у разных экспертов отличается от 300 рублей до 3000 в среднем за ответ ритуалы снятие порчи привороты постановка защиты от магических воздействий стоит дороже за них просят до 30 тире 40 тысяч рублей а целевой аудитории таких сайтов 90 процентов всех вопросов о любви об отношениях например я наталья чтобы обо мне думает олег что она с ним ждет что он думает о нашем свидании если перспективы на будущее и так далее иногда бывает совершенно идиотские вопросы мы не общаемся два года в какой месяц у нас будет встреча то есть клиенты буквально вынуждает сразу ответить когда встреча а не будет ли она вообще 2 по популярности категория вопросов о финансах и работе но бывает абсолютно и бессмысленные вопросы как пройдет женский праздник чего ждать от февральских мартовских майских выходных и люди главное платят деньги чтобы узнать ответы на эти вопросы на которые никто не знает ответ основные клиенты это женщины 35 45 лет есть и мужчины и подростки и дети даже но детей запрещено консультировать также нельзя консультировать людей которые на грани самоубийства или собирается принять причинить себе какой-либо вред нужно сразу обращаться в поддержку в остальном ограничений нет в большинстве это очень одинокие несчастные люди они беспомощны не способны сами принимать решения поэтому пытается найти ответы от вымышленных магических сил им часто нужен какой-то знак совет уверенность в том что нужно ли им делать следующий шаг или нет они постоянно спрашивают а что будет если я сделаю так или как я поступлю в будущем мне это напоминает мою аудиторию ребят начните думать своей головой хватит блин гадать многие оставляют на этих сайтах большое количество денег чтобы спросить о том когда они закроют например свои долги такая история у меня муж полтора года не может найти работу мы берем кредиты даже на еду когда закончится черная полоса пишет женщина и платит за вопрос полторы тысячи рублей практически каждый клиент каждый десятый клиент оставил на сайте больше ста тысяч рублей за вымышленные ответы с уровнем образованности я не заметила никакой корреляции с вопросами обращаются люди разного социального статуса разного уровня интеллекта писали чиновники и жены чиновников бизнесмены актеры однажды ко мне обратилась одна украинская актриса она любовница какого-то российского продюсера спрашивала будут ли у них дети она очень этого хотела но мне стало ее очень жаль и я сказала что не стоит рассчитывать на этого мужчину в ее жизни появится другой человек и дети у нее тоже скоро будут надеюсь сейчас не все хорошо и она показалась мне хорошим человеком главное уметь сказать что то такое что повлияет на клиентов как эффект плацебо например одна женщина просила сделать рис ритуал на сексуальную привлекательность у нее были проблемы в браке она перестала ухаживать за собой чувствовать себя желанной я сказала сделать ей какие-то действия придумала и сказала подумай о хорошем ложись спать ритуал я проведу ночью поэтому скорее всего она будет плохо спать на следующий день женщина подтвердила что да ночь была тревожной а через какое-то время начала мне скидывать свои фото и говорит что вновь начала наконец-то краситься следить за собой ходить салон красоты одевать красивую одежду то есть эффект плацебо сработал одна из самых популярных услуг это снятие порчи человеку который спрашивает если на нем есть порча любая гадалка в 99 процентов случаев ответит ну конечно да но я не люблю говорить о порчи мне больше нравится работать с чисткой плохой и ауры которая образуется из-за накопленных проблем и негативных мыслей чушь конечно тоже но это работает вообще не верю в порчу и прочие вещи поэтому уверена что ни на ком ее нет и никогда не было и не будет а если скажу кому-то что сняла несуществующую порчу с него ему либо станет лучше либо ничего не изменится в любом случае я не причиняю ему более я никогда не берусь за какие-то аморальные вещи например за лечение если у меня спрашивают сколько будет стоить вылечить грыжу ребенку я всегда отвечаю иди в больницу не занимайся хуетой фигней недавно писал парень чтобы я помогла ему вылечить геморрой потому что в больнице он идти стесняется я сказала что могу сделать ему чистку чтобы медицинское лечение уже прошло успешно но ему необходимо просто пойти к врачу конечно после этого он уже пошел в таких ответах я не вижу вреда наоборот когда это идет на пользу потому что людям которые сидят в этих сайтах необходимы чистки и порчи чтобы чувствовать себя в безопасности недавно женщина спросила у меня подруга больна раком кто может этим заняться большинство отвечает так же как и я но всегда находятся те кто соглашается это конечно отвратительно о запоминающихся клиентах у меня были хорошие истории когда женщину бил парень уговаривал ее уйти и через пару дней она написала что выгнала наконец-то его из дома еще помню парня у которого были проблемы с девушками оказалось что несколько лет назад он пережил изнасилование я вообще не взяла с него денег просто переписывалась и говорила представлять каждый день перед сном как он знакомится с девушкой при этом я каждую ночь буду делать ему ритуал через месяц парень написал что наконец-то осмелился познакомиться с девушкой она ему правда отказала но это для него уже был первый шаг осенью ко мне обратилась женщина которая меня очень напугала сначала она просто начала писать что на нее уже несколько лет наводит порча порчи жена мужчины с которыми у них была переписка с которым у них была переписка эта женщина на сайте уже 7 лет и все это время оставит себе защиты и порчи и делает чистки потом у нее появился еще один рак какой-то эксперт которому она заплатила 30000 но он ей не помог и наслал еще одну очередную порчу мне удалось узнать что у нее проблемы с психикой поэтому что психиатр прописал есть сильные антидепрессанты женщина рассказывала что из-за постоянных порчи задыхается и давится всех и на нее давится всех сторон она не может спать есть у не были болит сердце голова ноги вероятно у нее были панические атаки но ей казалось что это магия хотя очевидно это лекарство потом она стала видеть каких-то маленьких человечков которые делали ей плохо кусали давили ели органы мне приходилось постоянно с ней переписываться чтобы она ничего с собой не сделала но было совершенно непонятно как же ей помочь наше общение закончилось потому что в один момент она во мне разочаровалась сказала что я не могу ее спасти не могу сделать правильную чистку и перестала писать история конечно жуткая скорее всего правдивая потому что она платит очень большие деньги тем кто ей помогает бороться с темной магией еще был парень с инвалидностью который влюбился в девушку без руки но она не обращала на него внимания игнорировала и унижала а он продолжал спрашивать когда же они будут вместе но когда пройдет их встреча примут ли его ее родители и так далее в итоге отношения у них так и не сложились зато этот парень зарегистрировался на этом сайте стал ясновидящим и теперь он точно также мошенничает обманывает людей как и мы о совести мне нравится этим заниматься потому что это интересно каждый день сталкиваешься с огромным количеством людей жизненных историй плюс я правда пытаюсь как-то помочь людям которые верят в магию которые нет совесть меня не гложет абсолютно такие люди были и есть и будут я конечно же их обманываю но был бы этот обман если бы я верила в то что я делаю мои клиенты верят им легче жить когда с них снимают порчу делают защиту дают советы о том как лучше поступить я не чувствую никакой ответственности потому что я ни разу не делала чего-то что может испортить им жизнь они не платят конечно супер гигантских денег всего около 400 рублей за консультацию мне вот но одно дело если я притворяюсь пожарные еду тушить пожар это страшно а когда меня просят сделать то чего не существует я не чувствую ответственности вот такой вот рассказ про гадала кто снимает порчу кто чистит ауру энергии плохие гадает и дает советы в общем что я здесь могу сказать всегда есть люди у которых совершенно отсутствует внутренняя там уверенность в себе кто не умеет делать шаги какие-то в направлению чтобы найти ответы внутри себя и они всегда будут искать тех кто решит их проблему за них до перекладывают ответственность то есть что я здесь могу сказать с одной стороны да это такой обман но с другой стороны люди сами хотят быть обмануты да и создают свои реальности тех людей которые будут обманывать но здесь есть и плюсы за них принимают решение и они хоть как-то начинают двигаться хорошо если гадалка вдохновит скажет ты типа ну молодец что обратилась там смотри у тебя с этим не получится иди дальше то есть как психолог пытаются вывести человека из застоя до пнуть его пойти хоть что-то делать в другую сторону вот вот вы сейчас пишите мне жалко таких людей но 50 процентов населения планеты именно такие которые вообще не берут ответственность за свою жизнь и им надо чтобы их кто-то пнул вот да и из-за неуверенности в себе люди не способны жить я тоже с этим соглашусь так что ребят пожалуйста кто меня сейчас смотрит и послушал этот рассказ сделайте выводы да и начните уже принимать решение самостоятельно выбирайте всегда себя если у вас не складываются отношения по каким-то причинам разберитесь себе да почему почему они не складываются если ваш мужчина вас там не уважает если ваш мужчина или там женщина делает все плохо расходитесь блин зачем вы это терпите принимайте решение выбирать всегда себя так потому что вы у себя блин один-единственный не разбазаривайте эту жизнь свою блин единственную непонятно на кого и ради чего тоже и знаете что все эти магии гадалки просто от балды говорят вам все что вы хотите услышать не меньше не больше все кто верит еще в порчу в магию ну что могу сказать удачи у меня много в аккаунте подписанных на меня гадалок магов чародеев тарологов и так далее может вы отпишетесь от меня я не знаю вот но если уж помогаете людям то делайте это грамотно поизучайте психологию и оказывайте психологическую помощь до завуалированную под магию но пускай это будет с научной точки зрения и тогда будет ваш бизнес более экологичный потому что не все люди привыкли как ходить к психологам проще же заплатить денежку и тебе все решат все погадают сделают твою жизнь идеальной ангелов хранителей на тебя нашлют все тебе за тебя решат вот вот людям надо обязательно приложить ответственность поэтому бизнес развивайте если вы это делаете вам нравится но подходите с этому более практично к этому вернее более практично изучайте психологию да чтобы действительно помочь человеку а не просто взять деньги и наговорить какой-то херни я с тебя сняла порчу с одной стороны да эффект плацебо всегда работает любые воздействия извне якобы ты просто успокаиваешься морально что вот с тебя сняли порчу ты такой выдохнул ну теперь все будет хорошо но не сама гадалка тебе помогла потому что от того что там порчу сняла или ритуал сделал а потому что ты выдохнул потому что ты сказал но теперь все будет хорошо и я готова идти по новому пути готова опять воспрятать там духом и так далее вы это можете сделать самостоятельно потратить деньги на новое платье потратить деньги на вкусняшки потратить деньги на парк развлечений потратить деньги там на салон красоты потратить деньги на путешествие понимаете то есть зачем вам отдавать деньги для того чтобы вам вселили веру в себе вы сами это можете сделать просто сказав себе то что все я я перестаю страдать мне это надоело я выбираю себя мне теперь нужно шагать придумать для себя какие-то желания оставить все в прошлом пойти в новое вот поэтому делайте выводы я очень рада была выйти прочитать вам эту статью про магов гадалок чистки и так далее и кому понравилось обязательно ставьте лайки пишите что вообще об этом думаете эфир я сохраню вот делайте репосты давайте уже открывать людям глаза потому что жить в мире где тебя окружают но откровенно говоря странные люди ну сложно хочется чтобы окружение было сильным и их поле было сильным и это поле будет вас развивать они тянуть вниз если мы окружаем себя людьми вот они все вот такие даже ужас просто вот все целую люблю пишите обязательно комментарии поддержите вообще все мои посты видео меня это вдохновляет дальше хоть что-то с вами там о чем-то говорить вот когда я не вижу что никто мне не пишет думаю но это не нужно значит а раз это не нужно у меня просто вот пропадает вдохновение что-то делать выходить давайте энергобен вот я пошла кушать вкусный салатик фруктовый из всех видов фруктов много-много-много сейчас нарежу вот потом буду делать остальные все свои шаги по исполнению желаний кстати игра у нас хоть и началась но в любой момент каждый может присоединиться к игре 30 желаний за 66 дней я даю там огромную подготовку просто 10 тяжелых невероятно заданий которые вы должны сделать вот не без помощи конечно меня и помощников вот а потом вы начинаете игру и делаете один маленький шаг по каждому из 30 желаний в день достаточно пяти минут фокуса внимания на этом желании чтобы убрать важность самого желания потому что когда мы думаем об исполнении какого-то желания мы всегда в чувстве недостатка находимся недостаток всегда порождает недостаток мы не можем исполнить свои желания когда мы только о них думаем надо переключить фокус внимания на действия фокус внимания там на прежде сегодня я пишу планы или там смотрю сколько стоит сумочку которую я хочу купить или где и купить или вот обдумываю какие-то шаги это уже какие-то действия вы переключаетесь с фокусом внимания до самого желания на процессы вы живете здесь сейчас как минимум это единственное место да где вы можете генерировать энергию когда ваши мысли где-то там находятся непонятно в прошлом вы копаетесь почему у меня из этого прошлого нету в настоящем того что хочу в будущем живете иллюзиями вот не в настоящем то конечно ну энергии мимо вас проходит и вы не можете исполнить свои желания все люблю целую обнимаю классно что вы были со мной и настроение у меня супер я вам желаю того же кайфануть от этого супер классного дня который должен принести вам продуктивные все реализации ваших шагов если вы хоть что-то будете делать сегодня целую пока